Сальдо внешней торговли, товарами и услугами Беларуси по итогам прошлого года сложилось положительным – чуть более 480 миллионов долларов. По сравнению с 22-м, внешний торговый оборот увеличился на почти 7% и превысил 95 миллиардов, а экспорт услуг вырос до 9,5. 61 сорт сельхозкультур включили в реестр белорусской селекции по итогам испытаний 23-го. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заверяют, на то, чтобы новые высокопродуктивные виды увеличили свой ареал, необходимо от двух до трех лет. К слову, сейчас аграрии в самом начале, они занимаются внесением органических удобрений. Более 26 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу с 1 января. Синеоку предпочитают не только для работы, но и для туризма. В прошлом году в республике организовано отдохнули 217,5 тысяч человек. Кроме того, за оздоровлением в 2023-м приехали граждане из более чем 70 государств. Детский сад в микрорайоне Киселевичи торжественно распахнул двери для своих маленьких воспитанников. На открытии присутствовали почетные гости. Внутри современного трехэтажного здания с комфортом располагается 12 групп для ребят от двух до шести. Кроме того, там разместились гимнастические и актовые залы, комнаты для кружков и психологической разгрузки и за студия-бассейн. В Бобруйске определены победители на лучшую организацию города по охране труда и профилактике производственного травматизма за 2023. В тройку лидеров вошли ТАИМ, Красный пищевик и филиал Бабушкиной Крымки. В топ непроизводственных учреждений попали Бобруйский центр сертификации метрологии и стандартизации, 17-я школа и 7-я поликлиника.